МИД Абхазии продолжает информировать вас о международных событиях прошедшей недели. 18 ноября министр иностранных дел Республики Абхазии Нал Ардзенба провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазии Михаилом Шургалином. В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов абхазо-российских отношений, в частности предоставление гражданам Республики Абхазии гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. После подписания соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства стороны начали процедуру ратификации. Соглашение вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Также рассматривались вопросы создания координирующих механизмов в трехстороннем формате Абхазия, Россия, Беларусь с целью мониторинга и активизации торгово-экономических, гуманитарных и политических связей между странами. Инала Ардзенба и Михаил Шургалин также обсудили вопрос развития отношений между Республикой Абхазия и Исламской Республикой Иран при поддержке Российской Федерации. 23 ноября прошла встреча министра иностранных дел Республики Абхазии Инала Ардзенба с главой официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба. Стороны выразили готовность к продолжению совместной работы в целях дальнейшего укрепления взаимоотношений между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой. Некоторые инициативы будут реализованы в ближайшее время. На этой неделе Инал Ардзенба пообщался со школьниками из Абхазии, принимающими участие в телевизионной гуманитарной олимпиаде «Умницы и умники» Никитой Чкок, Тимуром Квернадзе и Лианой Айба. Школьникам будет оказано содействие в поступлении в ведущие вузы Российской Федерации по линии работы Центра будущей Абхазии на базе посольства Республики Абхазия в Российской Федерации. Стало известно, что Европарламент проголосовал за запрет на выдачу виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает данное решение Европарламента в качестве очередной провокации, нацеленной на международную изоляцию Республики Абхазия в нарушении всеобщей декларации прав человека, международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека. На этой неделе мы внимательно следили за ходом саммита ОДКБ, который проходил 23 ноября в Ереване. Заседание Совета Организации неожиданно началось с критики объединения. Никол Пашинян пожаловался на неэффективность ОДКБ в решении очень важных для армянской стороны вопросов. Так он указал, что в организации все еще нет консенсуса относительно действий БАКО на границе с Арменией. Также Никол Пашинян указал на неэффективность организации в решении конфликта между членами ОДКБ Киргизией и Таджикистаном. Впрочем, премьер Армении нашел и позитивные моменты в работе организации. Успехом, по его мнению, можно назвать оперативную реакцию на волнение в Казахстане. Вопрос удалось решить за ночь. Именно это позволило избежать внутригосударственного хаоса. По итогам саммита ОДКБ, к сожалению, не удалось прийти к общему мнению по двум важным документам. Владимир Путин отметил, что в работе ОДКБ действительно есть проблемы. Однако, несмотря на сложности, объединение все же приносит пользу, помогая защищать суверенитет стран-членов. Он также выразил надежду на то, что договоренности между лидерами Армении, России и Азербайджана позволят в итоге выйти на достижение мирного договора. Кроме того, лидеры обсудили и обстановку в Афганистане. Как отметил Владимир Путин, обстановка в Кабуле остается сложной. Российский лидер призвал продолжать плотную работу по своевременному выявлению угроз терроризма, экстремизма и наркопреступности. В этом его поддержал лидер Казахстана. После саммита Владимир Путин пообщался тет-а-тет с премьер-министром Армении Николом Пашинян. На встрече они обсудили двусторонние отношения, а также перспективы карабахского урегулирования.